всем привет друзья это канал аквариумистика для всех я аквариумист любитель прежде чем начать говорить о песке в качестве грунта в аквариуме я хотел бы вам порекомендовать очень хороший канал на youtube о аквариумистике канал называется донецк aqua здесь очень много интересных полезных видео об аквариумных рыбках и других обитателей аквариума этот канал будет полезен всем абсолютно всем аквариумистам информация о разведении рыбки о поднятии малька стартовых кормах все можно найти на этом канале сам я подписан на этот канал очень давно смотрю пересмотрел практически все видео все видео интересны на доступном языке с качественной картинкой все понятно и доступно также есть у этого канала группа вконтакте донецк aqua в которой публикуются все видео с канала рекомендую подписаться на канал донецк aqua и вступить в группу вконтакте вы не пожалеете ну и теперь переходим непосредственно к теме сегодняшнего видео сегодня я расскажу о своем опыте запуска аквариума на песке в качестве грунта с какими проблемами я столкнулся как ухаживать за песком чтобы он не закис и так далее так далее на то что аквариум мутная картинка такая зеленовато не обращайте внимание сегодня были подмены была чистка фильтра в результате бактериального вспышка плюс накапал немножко метиленового синего в итоге такой не очень красивый сейчас аквариум получается на картинке но сейчас не об этом сейчас о песке песок где я взял песок песок я взял в речке на небольшом пляже в лесу выбрал наиболее место такое с наиболее большим течением так как течением вся пыль вся грязь вся муть и смывается с песка остаются чистые наиболее крупные песчинки песок набер набрал большом количестве затем дома просеял через мелкое ситечко чтобы отсеять наиболее крупную фракцию песка и потом по идее было бы правильно наверно песок этот подготовить подготовить каким образом промыть хорошенько в кипяточке прожарить и наверное и так далее но он так как человек я ленивый я сразу после того как просеял песок от лишнего мусора добавил его просто в аквариум посадил растение и залил водой в принципе все закончилось хорошо никаких проблем не возникло как бы никакой заразы я не занес но лучше не рискать не рисковать и песок прожарить в духовке это как бы лишним не будет песок фракции у меня очень и очень мелкая практически пыль к сожалению там где я живу фракции более крупной я не нашел боялся что песок этот просто будет гонять фильтром по аквариуму боялся что будут его поднимать рыбы песок постоянно будет куда-то сносить плавать и так далее но песок оказался очень воздушным он очень легко оседает на дно то есть фильтром по аквариуму его не гоняет после подмены песок тоже также быстро оседает муки от него абсолютно никакой нету кроме того кроме как в природе песок можно купить специальных аквариумных магазинах можно купить магазинах продающих товары для бань там есть кварцевый песок можно раздобыть на заводе по производству стекла также имеется кварцевый песок это для тех у кого нет возможности поехать набрать где-то на речке в лесу и так далее итак по запуску аквариума на песке одним из важнейших условиях аквариума на песке это большое количество растений с хорошей корневой системой это необходимо для того чтобы предотвратить закисание кроме того песок постоянно необходимо чистить сифонить его как обычный грунт не получится чуть чуть позже расскажу как чистить песок кроме того как чистить песок его необходимо периодически шевелить переворачивать чтобы он не слежался не появлялись в нем отложения различные чтобы песок в итоге не закис чищу песок я при каждой подмене воды при этом использую шланг 8 миллиметров сейчас чуть чуть позже я вам его покажу при каждой подмене я чищу песок и это делать даже наверное обязательно обязательно потому что если пропустить чистку песка то просто весь этот мусор скопится и потом за один раз за одну подмену будет трудно вычистить этот мусор то есть отходы рыбьи и все и так далее и так далее поэтому песок лучше чистить каждую подмену подмены воды делать еженедельно обязательно таким образом мы опять же предотвращаем закисание песка в аквариуме чистка песка для чистки песка я использую шланг 8 миллиметров при помощи его сливаю воду и заодно как бы пылесошу пылесошу грунт использую такую сетку так как у меня на одни сраки и креветки чтобы их не засосала в шланг я такую сетку привязываю на шланг с помощью резинки для денег сетка предотвращает засасывание раков рыбок в шланг в дальнейшем ведро вот привязал в сеточку и далее опускаю вот этот шланг вместе с сеткой в аквариум и начинаю сливать воду шланг держу на расстоянии от песка примерно сантиметр таким образом песок шланг не засасывается засасывается только мусор находящийся на песке делаю я это еженеднев еженедельно вместе с подменой воды песок в результате всегда остается чистым и белым то есть он не темнеет он не грязный он остается составляя оставляет за собой свой привлекательный вид в аквариуме аквариум с песком смотрится достаточно красиво далее чтобы песок не зайти с его желательно периодически переворачивать шевелить это я делаю также после каждой чистки обязательно после чистки с помощью вот этого скрипка точнее не скрипка а вот этой штучки которые находятся с обратной стороны скрипка после каждой чистки песка именно после чистки чтобы во время переворачивания песка не закопать грунт и мусор я чищу переворачиваю песок именно после того как пропылесосил его просто аккуратненько этой штучкой его как бы перекапываю шевелю делаю это аккуратно чтобы не повредить корни растений как сказал делаю я это тоже с каждой подменной один раз в неделю в итоге песок не слеживается остается воздушным он не за иливается и не закисает я считаю что эту вот процедуру делать также ну пусть даже не обязательно но очень желательно в аквариуме с песком принципе делать это можно подручными средствами не обязательно бежать магазин за скрипком можно любую палочку взять желательно тоненькую чтобы во время этой процедуры не повредить корни растений песок переворачиваем во всем аквариуме так же как и пылесосим его то есть я сейчас на видео делаю это только у передней стенки просто чтобы это было видно но делать это необходимо по всему аквариуму вот это как бы основные требования наверно по моему мнению опять же которые сделают успешным наш опыт запуска аквариума с песком и не приведут к его закисанию огневанию корневой системы растений кроме всего этого как я уже говорил в начале видео желательно очень большое количество растений в аквариуме с песком особенно мелкой фракции как у меня желательное растение с хорошей корневой системой желательно почвопокровка то и чтобы в аквариум в песке ничего не скапливалась не было никаких перекосов чтобы растения все питательные вещества из песка вытягивали и он в конце концов не закис слой песка в аквариуме я считаю не стоит делать больше четырех сантиметров в данном аквариуме слой песка у меня два сантиметра из растений здесь немфея гетерантера крипто карина и эхинодорус нежный ну как сказал принципе за год эксплуатации этого аквариума пока проблем не возникло вкратце рассказал свой опыт по запуску аквариума с песком в качестве грунта если у кого-то возникли какие-то вопросы пишите комментарии пишите в группу вконтакте обязательно на них отвечу на сегодня пока все может что-то забыл если вспомню дополню в описании видео пока рассказал что вспомнил подписывайтесь на канал будут новые видео вступайте в группу вконтакте добавляйтесь друзья вконтакте подписывайтесь в твиттере сегодня спасибо всем за просмотр всем пока всем удачи